Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня посмотрим на набор из серии Лего Дина. Я думаю многие из вас даже не знают о существовании данной серии, потому что данная серия не была особо популярной, прожила она всего лишь год и выходила она в 2012 году. Но тем не менее, данная серия навсегда останется в моем сердце. Хоть и там вышло всего лишь 7 наборов, была одна волна, но эта серия была чем-то необычным лично для меня. Я всегда засматривался на нее в каталогах, я всегда пересматривал рекламные ролики, которые крутили по-моему по каналу, ну насколько я помню, Карусель или же СТС, ну где-то там крутили рекламные ролики, они были просто шедевральны, если хотите можете в интернете их загуглить, но они реально были хорошими. Ну и сегодня давайте рассмотрим на набор под артикулом 5883, это Цитадель Птернадона, набор на момент 2012 года стоил 1000 рублей или же 20 долларов. Я же его тогда брал, по-моему, за 599 рублей, данная серия практически всегда продавалась со скидками, но ее быстро раскупили и сейчас ее очень трудно найти, поэтому сейчас запакованных наборов практически нету в России. Есть какие-то бэушные, но тоже очень-очень мало, так что погнали посмотрим на данный сет. Ну и, к сожалению, коробки данного сета у меня не сохранилось, но зато сохранилась инструкция, давайте на нее посмотрим. Она сделана довольно необычно, потому что сам набор расположен вот так вот, и как бы по-логичному инструкция должна открываться вот в эту сторону, но нет. Лека сделали вот такую перевернутую инструкцию, это очень необычно, она, кстати, выполнена вот в таких вот, ну, не знаю, потертостях, это была особенность данной серии, все было довольно необычно, но давайте посмотрим на сборку данного сета. Она здесь довольно быстрая, потому что в данном сете всего лишь 136 деталей, это очень мало. Ну и вот какой сет у нас получается. Дальше у нас идет перечень деталек, дальше мы видим, конечно же, вот этот разворот я засматривал до дыры, но засматривал я его именно в каталоге. Вы посмотрите, какие здесь были наборы, это реально было что-то с чем-то. Был вот такой вот маленький набор, он стоил, по-моему, 300 рублей или 400, это было вообще ничего. Также был вот такой вот набор, я всегда хотел вот этот вот. И я вообще практически все наборы из этой серии хотел, но удалось купить всего лишь один, это вот этот вот ИТО по скидке. Тут у нас реклам коллега Клаба, которого, насколько я помню, сейчас уже нету, ну и Уин с вот таким вот орущим пацаном, которого сейчас уже опять же нету, сейчас, по-моему, идут роботы и какие-то другие персонажи. Ну что ж, погнали, посмотрим на сам сет. Ну и, к сожалению, за окном пошел дождь, я не знаю, как так получилось, по погоде я смотрел, сейчас дождя не должно было быть, но если вы его услышите, то, как бы, я ничего с этим делать не могу, он просто идет. Ну, давайте смотреть на данный сет. Перед тем, как мы на него посмотрим, я хочу сказать, что у меня нету одной детали. Это вылетающие сетки. К сожалению, в детстве она у меня порвалась, и я ее выкинул. Но сейчас я знаю, ее можно заказать на Лего-сервисе, я это, в принципе, сейчас и сделаю, но чуть позже, просто сейчас не было времени. Но давайте посмотрим на данный сет. В данном сете у нас две постройки. Первая, это вот такой вот маленький скоростной катер. Для 2012 года он сделан просто прекрасно. Тут двигается руль в разные стороны, классно. Также имеется вот такой вот моторчик, ну и имеется место для мини-фигурки, очень классно. Ну, в принципе, это просто моделька для игры. В дальнейшем ее можно засунуть в саму постройку. Потом я это покажу. Ну, вот она, основная постройка. Это у нас цитадель, или же маяк, или же секретная база, называйте как хотите, но выполнена она очень и очень классно. Давайте начнем смотреть сверху. На самом верху у нас имеется вот такая вот пушка. Также, кстати, сейчас за окном гром идет, так что вы его можете слышать. Вот. Имеется вот такая вот пушка. Она стреляет с сеткой. Сетки у меня нету, я уже ранее об этом говорил. Имеется вот такие вот, ну, не знаю, что это, когти, которые защищают от птеродактиля, скорее всего. Имеется вот такие вот огонечки, скорее всего, для вертолетов и самолетов, чтобы они случайно не столкнулись. Но имеется вот такая вот принтованная деталька. Она просто великолепная. Это деталька, на которой нарисован птеродактиль. И есть какая-то, не знаю, панель управления чем-то. Ну, классно. Наверное, антенной. До нее мы дойдем попозже. Тут у нас довольно пустовато. Я бы еще поставил какой-нибудь письменный столик сюда. Ну, да ладно. Имеется вот такое вот стекло. Оно довольно поцарапанное. Также имеются вот такие вот классные детали. Я не знаю, где они попадались именно в таком цвете больше, кроме данной серии. Но это очень классный цвет. Дальше Лего подумали о том, как персонажи будут попадать в второй этаж. И сделали шикарную лестницу, которая может перекидываться на третий этаж, на второй. Очень-очень классно. Так, дальше у нас есть отсек как раз-таки для катера. Давайте я вам покажу. Его можно поставить боком вот сюда вот. И он, в принципе, не будет занимать много места. Это очень классно. Также у нас имеется вот такая вот антенна, которая, не знаю, что мониторить. Скорее всего, динозавров или чего-нибудь еще. Имеется приманка для птеродактиля. Это у нас вот такая вот рыба на удочке. Вот такая вот рыба. Довольно обычная, стандартная рыба. Ну и данная удочка у нас вот так вот вертится. Тоже нормально. Дальше у нас есть два листка какого-то дерева. Это, скорее всего, для маскировки. Имеется вот такая вот колонна из, ну, не знаю, то что, камень или скала какая-то. Ну, в общем, как-то так. Дальше у нас имеется такой вот модульный элемент. Это у нас причал. Давайте я его отстегну от самой башни. Башню можно поставить вот так вот. Я думаю, ее даже можно пристегнуть к самому большому набору из этой серии. Но давайте посмотрим на причал. Выглядит он довольно хорошо. Мне он, в принципе, понравился. Тут у нас есть какой-то элемент. Я не знаю, что это, если честно. Скорее всего, какой-то фонарь. Также имеется вот такая вот рация. Имеется крепление для оружия от мини-фигурки. Имеется вот такой вот, ну, не знаю, что это, ступеньки такие, по которым можно спуститься в воду. Сама вода имеется тоже очень классно. Имеется вот такой вот, ну, не знаю, поручень какой-то. Имеются вот такие вот деревянные ножки. Все сделано очень классно. Мне это реально нравится. Ну, и также можно его поставить в другую сторону. Благо тут имеется крепление, чтобы набор, ну, не знаю, стал немножко другим. Можно сделать вот так вот, и причал будет развернут в другую сторону. Как по мне, функционал прикольный, но погнали посмотрим на мини-фигурки данного сета. Ну и не единственная мини-фигурка данного сета, это у нас мини-фигурка пилота. Мини-фигурка пилота встречалась в четырех наборах, это достаточно много, но все равно мини-фигурка очень классная. У нее имеется принт на торсике, это какой-то ремень с какими-то колбочками, скорее всего снотворное для динозавров. Также имеется красная футболка с логотипом, ну, наверное, охотников за динозаврами. Также имеется сзади такой логотип, имеется ремень, имеется очень классная расцветка одежды, мне реально нравится такой болотный цвет. Также имеется бластер с каким-то шприцом, скорее всего со снотворным. Ну и имеется одно выражение лица и шлем пилота вместе с очками. Погнали посмотрим на птеродактиле. Ну и сам птеродактиль в данном сете сделан просто шикарно. Вы посмотрите на принтованные глаза, вы посмотрите на этот клюв, который, кстати, открывается и можно сделать какие-нибудь прикольные сценки. Также имеются крылья, которые, ну, очень-очень большие. Размах крыла составляет 5 мини-фигурок в ширину, это очень много. Имеется такие 4 пина, сюда можно посадить мини-фигурку. Также имеются вот такие вот лапки, можно закрепить какую-нибудь ветку их, это очень все классно. Мини-фигурка, ну или точнее это не мини-фигурка, а просто фигурка птеродактиля, очень классная, она мне понравилась. И это, кстати, эксклюзив данного набора, больше она нигде не появлялась. Ну и пришло время подводить итог по данному сету. Набор получился хоть и игровой, но очень классный. Потому что в данном сете есть классная мини-фигурка птеродактиля, есть классная постройка маяка или же какой-то секретной базы, и все это выглядит просто шикарно. Набор хорош как и для игры, так и для полки, и вообще данная серия мне очень нравится тем, что она просто необычная. Она выполнена в желтых тонах, и тут есть какие-то необычные инозавры, и это был такой своеобразный эксперимент, который, как по мне, удался. Обязательно напишите в комментариях свое мнение о данной серии, напишите, есть ли у вас наборы из данной серии, вообще знали ли вы о ней. Ну и также обязательно поставьте лайк, вот такой вот лайк данному ролику за мои старания. Ну и обязательно подпишитесь на мой канал, посмотрите вот этот вот ролик, я думаю он вам должен понравиться. Ну и тут я уже все сказал, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok